Всем привет, ребята! Всем привет, ребят! Мы тут с семьей. В общем, мы сейчас... Сегодня просто какой-то сумасшедший день. На самом деле, то одно, то другое. Мы даже позавтракать толком не успели. Ну, естественно, самый главный царь у нас, естественно, поел. И не раз. У нас еще фотосессия была. И поэтому... Да, мы наконец-таки... Сейчас, я еще не научилась. Машина или нет? Давай, вывози. У нас была фотосессия с бабушкой, с дедушкой, с дядей. Мы так пофотографировались. Такие фотки классные получились. Сейчас едем гулять в Барселону. И мы сегодня в автокресле будем гулять. Люльку не будем. Не будем брать. Так что сейчас... Наверное, выезжай, чтобы удобно было. Да нет, я думаю, это можно. Так? Окей. Да, только мне нужно это. Что? Чтоб ты подержала камеру. Хорошо. Мы уже в пути. Уже везде тут упаковались. Ванюшкин в автолюльке. Повесили зеркало. Теперь Ваня тоже его видит в том зеркале. Да, очень удобно. Вот. Да, я пока езжу рядышком. Ну что, он совсем маленький. Вот мы его укутали. Еще плед с собой взяли. Здесь линьовчик. И такой вот красивый мальчик. Лежит. Едет. Кстати, очень спокойно себя ведет в машине. Мы когда вот с роддома ехали, ему тоже, он прямо уже улыбался. Ему очень нравилось в машине. Ну, мне так показалось, не знаю. И сейчас тоже такой спокойненький. Сейчас солнышко на него немножко попадает. Он, конечно, немножко гримасничает. Так очень спокойно себе в машине едет. Надо с самого начала приучать в машине ездить, чтобы он понимал, что это такое. Потому что мы часто передвигаемся именно на машине. Что знаю, что есть детки, которые в самом начале не ездили никогда в автокреслах, в автолюльках, на машине. И потом все-таки родителям сложнее. Они начинают капризничать и так далее. Им не нравится. Поэтому что мы едем к морю. Надеюсь, там на море все. Ты заметила, я машину помыл? Помыл? Да. Весь чистенькая. Я думаю, что она такая чистая. Аж не обратила внимания. Аж не обратила внимания. Просто она у нас за ней всегда чистая. Да нет. Да, но мы ее так не загашиваем, как наш этот, когда у нас Ниссан был. Так, а где родители? Да, потому что мы на двух машинах. Сейчас у нас уже... Увидел, да, их едут? Да, да, да. Мам, мальчик. Сейчас мы готовы. В общем, первый раз взяли с собой ее все для того, чтобы покормить, все для того, чтобы переодеть. Если вдруг что, потому что еще ни разу нигде мы этим не снимали столько дома. Но перед выходом мы поел. Так что, по идее, на 3 часа должно хватит. А там посмотрим уже, как пойдет, как пойдет дело. Ну, классно. Мы уже в Бастилоне гуляем. Тут музыка живая. Классно так играют. Очень много людей. Вообще. Погода классная, но ветер все-таки мы вот его закутали в плед, закрыли. То, что на него не дует. Так очень круто на улице. У-у-у, круто! А мы направляемся в ресторан обедать. Что мы еще даже сегодня не завтракали. Мы уже в ресторанчике. Заказала я себе сок. Все остальные колу пьют. Салатчик у нас. Хамон. Ура, мне можно есть теперь хамон. Хлебушек с томатом. И мы еще поэрлю заказали. В общем, потом покажу, что мы здесь обедаем. Долго так ждали. Дело в том, что мы не сделали резерву. А народу очень много сейчас в Барселоне. Просто мы в двух ресторанах были, не было абсолютно места. Здесь мы... Спасибо большое. Какая вкусняшка. А здесь нам сказали, что мы чуть-чуть подождали. И нас посадили. И мы такие ура! То есть мы уже думали в Макдональдсе ехать кушать. Потому что нигде нет мест. Ну, это наш косяк, потому что нужно было заинтересовывать. Но мы не знали точное время, когда мы приедем. И вот малыш у нас тут рядышком лежит, отдыхает. Ну, а мы будем обедать. Всем приятного аппетита. Ну и с мамой заказали себе рис на двое. Очень приятного аппетита. А мы тут будем дальше поедать. Ребята, нагулялись мы. Все, выезжаем домой. Родители тоже поехали уже домой. И мы едем домой. Хорошо так посидели в ресторане. Он все это время проспал. Там в ресторане есть комната для того, чтобы переодеть ребенка, покормить. Так что мы все это сделали. Вообще идеально все прошло. Просто супер. Конечно, едем домой отдыхать. Я тут на каблуках. Я уже на каблуках не ходила целую вечность. И у меня уже подустали ноги. Хочется уже разуться и лечь. Кстати, в Барселоне столько людей. И гуляет. Да. Очень много. Мы вот, кстати, вечером возвращались. Когда уже с ресторана, то уже ветер так сильно. Вообще практически не было ветра. Так сейчас кайфово на улице. Классно. Ну, на сегодня хватит. Сегодня мы много-много погуляли. Так что пора ехать. Я чуть-чуть поплакал. Вот когда уже возвращались. Воня там по две минутки. И то непонятно, из-за чего. Просто поплакал и успокоился. Возможно, так как он поел, возможно, ему нужно этот памперс поменять. Он из-за этого мог плакать. Что он поел, и мы сразу пошли с ресторана. Все, все домой. Едем домой. Ребята, мы уже дома. И мы решили сейчас ответить на один из комментариев, который мы получили под нашими влогами, и который набрал довольно большое количество лайков. Это по поводу того, сколько стоили наши роды в Испании. И я на самом деле очень часто видела подобные вопросы. Что составляла ли я какой-то контракт с кем-нибудь там. Потому что посмотрев других блогеров, которые живут в... Говорю только за Россию. Потому что смотрела именно русских блогеров. Что чтобы рожать, нужно заключать контракты. И назначать ворчай за каждую процедуру, там, УЗИ, сдача анализов. Все это платится отдельно, деньги. В общем, как обстоят здесь дела в Испании. Первое, самое важное, то что мы с Ваней являемся резидентами Испании. У нас есть вид на жительство. Да, карточки, которые разрешают нам здесь работать и... Ну, я тебя облачу, потому что я все равно ничего не говорю. Работать и жить. И, естественно, у нас здесь есть... Классный вид. Вид шикарный. Есть медицинская страховка государственная, она бесплатная. Ну, естественно, ты платишь там налоги, все дела, как обычно. И, как бы, государство оплачивает твои медицинские, там, нужды, скажем так. А вот, я рожала в самом обычном госпитале, государственном. Вообще, просто вот по карточке приехала и все, меня сразу приняли. То есть, мы ни копейки не заплатили ни за роды, ни за УЗИ, ни за медикаменты, ни за памперсы, ни за одежду, которую вот наш ребенок в течение, сколько он там, около 4-5 дней пролежал в больнице. Мы вообще ничего не платили, ни копейки. Все УЗИ, которые мы делали, все бесплатно, все анализы бесплатно. Единственное, что УЗИ 5D, это по собственному нашему желанию, мы делали это не в госпитале, а в отдельной клинике в частной. То там, конечно, мы заплатили денежку, а так все остальное, все бесплатно, роды бесплатные. Конечно, если вы как турист сюда приедете и запланируете здесь родить ребенка, то я вообще без понятия, как это все работает. Здесь у нас есть также госпитали и приватные, где за деньги ты все это делаешь, но насколько я посмотрела испанских блогеров, и есть знакомые русские, которые здесь живут, русскоязычные здесь в Испании живут, и которые рожали как в государственной, так и в приватной здесь в Испании, говорят, что в государственной даже лучше, чем в приватном госпитале. Ну, наверное, приватные просто есть разные, приватные. Да, разные приватные, но я посмотрев видео испанок, вот, допустим, здесь в роддоме, в государственной, обычной, практически можешь ничего с собой не брать, только какие-то средства гигиены, которые там лично для тебя. Да, вот хочешь ты там именно вот этот шампунь или вот этот гель для душа там или что-то в этом роде. А так ты можешь, в принципе, вообще без ничего прийти, больница абсолютно все предоставляет, как тебе, так и твоему ребенку все приносит. И кормит, и одевает, и все. Но, когда мы выписывались... Да, когда мы выписывались, конечно, сказали, что одевушку нужно свою принести. Естественно, еще и домой забирать мы будем. Да, и ребеночка одеть, ну, в свою одежду и так далее. Вот и все. Поэтому мы ни копейки не заплатили за наши роды. Они были уникальными. И то, как обращаются врачи, акушерки, гинекологи, педиатры, все-все-все медсестры, все, кто там находится, ну, это просто... Знаете, такой опыт получила. Многие девушки и женщины после первых родов говорят, эй, не, я больше никогда не ногой. У меня нет. Я, знаешь, настолько все прошло классно, что... Знаешь, ты на ты. Что, в принципе, я не боюсь вернуться обратно в роддом когда-нибудь еще раз, потому что настолько непередаваемые ощущения. Настолько тебя ценят, настолько тебя оберегают со всех сторон. И хотят тебе помочь, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было комфортно, тепло, не голодно, не... Просто... Катя планирует просто выставить видео по поводу... Беременности, да. Мне просто нужно собраться, выделить время как-то... Так что можете, в принципе, задавать какие-то вопросы. Не знаю, если это хорошее место под этим влогом, если вы эти будете вопросы задавать. Ну, вы пишите, все равно мы обратим внимание. Я самая интересная, все-таки... Да. И Катя все-таки планирует снять, как протекала беременность, потому что особо много Катя не рассказывала об этом. И вы, как видите, ее прям прорывает. У нее это прям... У нее есть потребность все рассказать, и вы... Так что вот так вот все довольно легко. Опять же повторюсь, что если бы у нас не было документов, то я не знаю, как здесь рожать, куда идти, кому обращаться. Знаю, что можно сделать страховку, но если вы, допустим, приедете сюда уже беременной и захотите сделать страховку, она около 4 тысяч евро стоит. Для того, чтобы родить. Да, именно, чтобы здесь родить. Но опять же, это только от одного человека я слышала, вот данную информацию, она не точно, не подтвержденная, поэтому я, в принципе, не знаю. Вообще к ней особо не прислушивайтесь. А если вы резидент, у вас есть карточка, есть медицинская карточка. Рожай, сколько влезет, когда вылезет. Сколько захочется, столько и рожай, и ни копейки, ни на что не тратишь. Так что скоро будет видео. Ну, как скоро? Как с ним. Я постараюсь в ближайшем будущем это все сделать. Очень постараюсь. Я как тебя послушал, у меня аж самому было интересно послушать. Да. Видно, прям ты так... Аж прет меня. Аж прет, да. Вы распирает. С большим таким энтузиазмом все рассказываешь. Ну, потому что есть, что рассказать, есть чем поделиться. И когда этот опыт очень хороший, хочется рассказать и сказать, что, блин, не всегда страшно и ужасно быть на родах. Вообще весь этот процесс. Что бывает, что это очень-очень здорово. И запоминается на всю жизнь. Видите, какая сидит счастливая. Счастливая. Мой ребенок спит, и я муж рядом, и я самый счастливый человек на свете. Ладно. Ребята, на такой прекрасной ноте. Будем с вами прощаться. Я пойду монтировать видосик. Сейчас весь монтаж упал на мои плечи. Ну, ничего, я постепенно забуду возвращаться. Все потихоньку. Ты хочешь вернуться к монтажу? Не, просто, почему я монтирую, потому что Катя у нас обычно то кушать дает. Нашему сыну. Да, то его там моет или еще что-то. Ну, чтобы она спокойненько это делала. Видишь, я-то справлюсь как-то. Я на опыте. Быстренько смонтирую. Загрошу. И все. Все, ребята. Завтра приезжают у нас следующие бабушка с дедушкой. С вами на стороне родители. Сегодня были мои. Завтра прилетают с России баненные родители. Так что завтра тоже будет очень активный, очень насыщенный эмоциональный день. Так что нужно отдыхать, восстанавливать силы и завтра по-новой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok